Всем привет! Меня зовут Татьяна. Вы на канале Татьяна Стич. Это канал о вышивке и о рукоделии. Начинаю вот так вот свой очередной эпизод своих вышиваний на рукодельных будней. У нас сейчас во всю осень. Наши большие дубы желтеют, листики падают. Мы очень часто, вот сегодня суббота, уже два раза выходили гулять. Входим вокруг дома. Очень сыну нравится смотреть, как листья падают в этой листве, с веточками играться. Так что у нас весело. Ну а мы будем рукоделить и вышивать. Буду держать вас в курсе дела. Сегодня 22 октября, суббота. Я свой вышивальный вечер, рукодельный вечер, решила начать вот с этой работы, то есть с ее переоформления. Я вам показывала в предыдущем видео, что у меня она немного провисла и где-то даже фразелин, вот который я приутюжила. Он отошел, поэтому я его опять хорошо проутюжила. Вот видите, у меня работа стала такая бумажная. Это именно то, что я хочу. И эту работу теперь я буду оформлять на пенопласт. В прошлый раз я оформляла вот на такую пенобумагу. Вернее, это не пенопласт, это пенобумага. И оформляла на кусочки пенобумаги. То есть у меня здесь одна полоска здесь и здесь была. Этот раз я решила, что я прям возьму такой большой лист пенобумаги. Вот я уже отрезала себе кусочек. И этот раз пенобумагу я купила вот с таким липким покрытием. Чтобы оно у меня не провисало, а чтобы по всей поверхности соприкасалась вот с этим дублерином. А дублерин приутюжен с помощью вот этой клейкой основы. Поэтому в принципе сама клейкая основа этой пенобумаги не будет входить во взаимодействие с моей тканью, с моей вышивкой. Вот сейчас я просто так все хорошо придавливаю. Теперь переворачиваю свою работу. Я так думаю, то есть мне хочется добиться такого эффекта, чтобы это смотрелось как папирусная такая вышивка на конгресс-трамини, и чтобы она немного возвышалась от самой основы. Если вы помните, основу я покрывала вот такой вот тканью. Сейчас, кстати, уберу. То есть вот такая ткань, которая сделана под пробку. Тоже разные ее виды, форматы, так же как кожезаменители искусственные. Можно купить на Алиэкспресс. Вот я выбрала такую более нейтральную, потому что сама по себе работа у меня блестящая, яркая, поэтому мне не хотелось еще как-то выделять сам фон. Так как у меня уже работа приклеена, сама ткань приклеена к клейкой основе, я еще хочу воспользоваться гвоздиками. И вот именно сверху, где-нибудь в такой части, где у меня серебристая вышивка, хочу вот так вот вставить гвоздики. Сейчас возьму... Вот у меня есть специальный такой пинцетик для вышивки. Да, все замечательно. С обратной стороны я не проколола. Именно в двух местах сделаю, чтобы, в принципе, у меня работа под своим весом будет висеть и не будет... Так, наверное, поглубже чуть-чуть вот так вот. И не будет она у меня свисать больше. Вот как у меня в прошлый раз случилось, она у меня реально провисла. Все, два гвоздика сверху, все остальное будет вот так вот приклеено. А другой момент... Так, с этой стороны тоже не проткнула. Эту пенобумагу к самой основе, я думаю, я приклею клеем. Может быть, четыре точки сделаю. Клей очень прочный, четыре маленькие точки. Как-то так. Наверное, это сделаю прям сначала на пенобумагу, а потом приложим к моему фону. Точка, точка, вот именно по краям я делаю точки. И давайте еще в центре сделаю. Нормально. Сначала думала двухсторонний скотч использовать. Но вот во время переезда показала себя такое оформление двухсторонний скотч. Допустим, если там идет какое-то нагревание, то он у меня отклеивается. Так, я думаю, сейчас я положу сюда что-нибудь тяжелое. Вот у меня моя шкатулка тяжелая. А у меня тут несколько коробок. Потяжелее я хочу коробку найти. Вот такую вот коробку, наверное, поставлю. Мою соломину. И пусть сейчас у меня все это приклеивается. А я пока придумаю, что я хочу сегодня вышивать. У меня вот там лежит работа, которую я сейчас буду начинать. Об начале этой работы мы говорили в прошлом видео. То, как я готовилась. Подготовила много-много разных бусинок, которые буду туда пришивать. Но об этом чуть попозже. Сейчас хотелось с вами обсудить вот такую большую банку, которую, в принципе, я уже разобрала. Я в эту большой такой контейнер упаковывала все, что ко мне приходило в конце моей такой деятельности, когда я занималась бижутерией. И вот мои последние заказы, последние какие-то покупки. И все я сюда складывала, складывала, складывала. Потому что уже не было желания заниматься тем, чтобы это раскладывать по своим коробочкам. Думала, потом как-нибудь, если что, потом разложу. И вот так вот это уже больше, наверное, 7-8, может быть, даже 10 лет. Однозначно больше 10 лет. У меня эта коробка вот так вот со мной ездила, пока я не решила начать ту работу. И вспомнила, что у меня вот здесь где-то в коробке много разных шнурков, ремешков, разных дополнительных камушков. Вот, допустим, такого качества камушки я сейчас буду использовать. И решила всю эту красоту достать и посмотреть, что у меня именно тут находится. Давайте обо всем по порядку. Вот это все, это было все упаковано в пакетиках. Уже, знаете, только 10-летней давности уже все пожелтело. Вот у меня есть такие кожезаменительные, кожезамшевые шнурки, разные вот такие вот кожаные шнурки, много разной проволочки для разных браслетов. Подробно не буду останавливаться. Потом какой-то крупный бисер для чего-то. Вот здесь у меня был большой заказ. Это, кстати, кристаллосваровский жемчуг, мне кажется. Цветной жемчуг, кстати. То есть не просто жемчуг, а цветной жемчуг. Он бывает и вот перламутровый, бывает такой вот матовый. Но жемчужины это шикарного качества у кристаллосваровский были, потому что это не покрытие, это вот цвет стекла такой. И, соответственно, это очень такая однородная, такие бусины классные. Очень хорошего качества в плане того, что никогда здесь никакое покрытие в этом искусственном жемчуге не слезает с этих жемчужин, потому что это не покрытие, опять же, это бусины. Но вот у них потом появилась серия. И когда они не просто перламутровые бусины делали, но и разные размеры вот таких вот разных цветных бусин, которые я и заказала. И вот, кстати, я сейчас подумала, у меня же там есть мой бюджет, как раз-таки вот такого синего цвета, красного цвета. Может быть, мне даже что-то из этих, если у меня тот бюджет закончится для моей работы, у меня есть пополнение как минимум красных и синих цветов. Вот могу эти бусины использовать. И вот эта вот красота. Эта мама мне просто мешками покупала бижутерию на базаре в Киргизе, потому что знала, что я занимаюсь камнями. И вот она абсолютно какая-то простая. То есть вот здесь, допустим, нету никаких застежек, просто вот такие вот красивые агатовые бусины. Потом вот такой круглый агат. Потом вот агат, видите, какой граненый, красивый. И очень много вот таких вот бусин. Мне кажется, допустим, такая форма сейчас мне для... А так это вот украшение. Опять же, купленное на базаре. Совсем дешевые такие застежки. Но сами камни классные. Как раз то, что мне пригодится. Вот такие вот камни плоские тоже можно будет использовать для вышивки. Здесь и агат, и вот этот магнезет, кажется, этот камень называется. Вот вспомнила название. Кстати, вот такая же наподобие. Вот такие бусинки. Мне кажется, они на вышивке будут так очень ярко и гранюно смотреться. Вот такие вот плоские бусины тоже можно будет использовать в вышивке. Нашла тут очень много браслетов. То есть самые такие обычные браслеты, но красивый камень. Вот этот браслет, кстати, мне очень даже нравится. Вот этот браслет необычный. Поэтому здесь есть даже чем поживиться. Такие вот плоские бусины. Мне очень нравится цвет этого камня, но сейчас именно для этой вышивки я не буду использовать. А вот черный, вот этот магнезет, однозначно у меня пойдет сейчас в использовании. Еще нашла очень много вот таких вот кулонов. Тоже был отдельный пакетик таких кулонов. И мне даже кажется, что вот эти вот цвета, синие цвета, мне подойдут в мою комнату для этих штор. Потому что кулончики, которые я купила, они все-таки не такого синего цвета. А здесь и размер такой хороший. И удобно будет шторы тянуть. То есть здесь и дырочка такая большая. И можно сюда хороший такой жгутик повесить, который будет в моих шторах использоваться. Сейчас я это все разложила кучками. Теперь все это буду убирать уже в нужные отделы своей рукодельной комнаты. А сейчас начну подготавливать все для своей вышивки. Коробочка. Коробочку я достала. А про ту работу я вам расскажу через секундочку. Вот так вот я натянула свою работу для вышивки бусинами и разными подвесками, деталями, жгутиками. Что я тут еще сделала? Я утюжила флизелин с обратной стороны. Эта ткань у меня сейчас... Если вы помните, я рассказывала, что она достаточно тоненькая. И я так хорошо приутюжила такой средней толщины флизелин. То есть бывает дублерин, бывает очень тонкий. Это такой средний, потому что мне все-таки вышивать на дублерине вышивать почти невозможно. Надо очень острой иголочкой это делать. Но мне кажется, для прочности такой средний флизелин мне достаточно поможет. Утюжила его настолько хорошо, что в некоторых местах он немного так сжался. Вот здесь вот, допустим. Но здесь я не очень хорошо его натянула, потому что вот с этой стороны он у меня зажался очень прям сильно. И я его растянув на этот подравник, у меня получилось почти на 95% все эти складочки выровнять. Но мне кажется, когда работа будет вышита, то есть для вышивки мне достаточно, а для уже оформления я намного лучше буду натягивать. Теоретически на такой же подравник можно будет и натягивать эту работу. Может быть даже он у меня и останется для этой работы. Такой у меня квадрат получился. Кстати, это художник, который рисует вот в такой вот технике, карандашами. У него есть отдельный веб-сайт. Называется он zhfield.net. У него нескольких таких сюжетов в такой технике. Но этот сюжет где-то года 4-3 мой муж нашел и сказал, «Посмотри, какой классный, вот такой вот бы ты вышивала, это было бы прям здорово». И я себе сделала такую заметочку. То есть он мне тогда показал картинку. Потом я увидела, мне кажется, то ли РТО, то ли какая-то российская компания выпустила набор по такому сюжету. Но он вышивался в крестиках и с большим количеством бокс-тича, как я понимаю. Но все равно как бы я подумала, что мне недостаточно. Мне хочется большей детальности. Хотя нет, я не уверена, что там было большое количество бокс-тича. Но вот мне именно в этой работе нравится количество вот этих маленьких деталей. И мне хотелось по максимуму, чтобы они у меня сохранились. Я даже думала такую работу вышить многоцветкой. А потом, может быть, пройтись еще и повышивать бокс-тич. Но с другой стороны, потому что работа такая несколько цветная. То есть далеко не многоцветная. И, конечно, вышивать там полукрестиками гигантскую работу, мне кажется, это того не стоит. Но потом, насмотревшись YouTube, смотрю канал, вышивает мужчина. И он вышивает там гладью. Тоже печатает себе на тканях рисунок, который ему нравится. То есть находит его в интернете. Вышивает он гладьевыми стежками, подбирает цвета. Вот буквально вчера смотрела его прямой эфир. И, естественно, такая техника мне очень интересна. Она как-нибудь я что-нибудь наподобие вышью. Я, кстати, эту работу собиралась именно так и вышивать. Вот когда я все это планировала, там подравник, заказывала эту ткань, разбиралась с размером этой ткани. На тот момент все это делала для того, чтобы ее вышивать гладью. А когда уже это все пришло, и когда у нас начался переезд, и я перебирала свои бусины, и у меня прям как озарение наступило. И я подумала, боже мой, это же идеально, идеальная работа для того, чтобы вышить ее вот какими-то такими вот шикарными, необычными бусинами. Она реально будет прям классная-классная. Поэтому не знаю, что у меня получится. Надеюсь, будет необычно. Но мы и посмотрим. Пока, конечно, очень все это волнительно. Буду сейчас сидеть и все это подбирать, смотреть, как у меня все это будет получаться. Да, в голове много мыслей, поэтому я сейчас буду этим заниматься, и вам просто потихоньку все это буду показывать. Сейчас у меня начнется то, что я буду раскладывать здесь разные бусины, которые у меня есть. Прикладывать эти бусины на рисунок, потихоньку начинать вышивать. Вот такие вот цвета буду использовать. Потом вот этот зеленый бюджет. Такие вот цвета. Вот такую вот красоту. Вот такое вот удовольствие меня ждет. Следующий момент. Я тоже сейчас в запасах. Нашла вот такой кожаный жгутик. И он прям идеально подойдет, чтобы пришить его вот сюда. Мне кажется, он тут прям классно будет смотреться в виде этой иголки. Потом у меня, кстати, есть такие гигантские иглы. Цыганские, прям гигантские. Может быть, не такой размер, но может быть, на сантиметр меньше. И я думаю, я потом эту иголку тоже сюда пришью. Так что будет что-то необычное. И пока я с вами не попрощалась в это включение, я вам покажу, что сегодня опять вышивала свой набор Джой Сандэй, который, в принципе, уже приготовила для того, чтобы брать его в поездку. Но сегодня было такое время, что погода очень классная была. И мы очень много времени провели и во дворе, и перед домом. Мы очень много гуляли. И, соответственно, пока Саша там веточки, деревья, кустики, листочки, камушки, я рядом стояла и вышивала. И вышила 600 полукрестиков. Потому что вышивала таким вот приятным зеленым оттенком. Вот такая вот красота. Так что сегодня я свой план по вышивке какой-никакой сделала. А сейчас буду творить. Я достаточно долго сегодня вышивала. Вот такая вот красота у меня получается. Мне безумно нравится. Вот эта вот часть у меня уже вышита. Вот эта еще нет. Если вы видите, я тут раскладываю все детальки, а потом начинаю их пришивать. Заранее продумывая, что, где у меня будет находиться. Нашла такое колечко. Вертикально расположила свой станок. Посмотрите, как объемно. Мне очень тоже нравится вот эта идея с кристаллом Эйби для глаза утки. Также будет кристалл Эйби. Это глаз кролика. Вот так вот он будет пришиваться. Черный агат я решила не использовать. Хотя, может быть, буду его использовать в оформлении этого ларца, сундука. И такая еще у меня задумка, что у меня сине-зеленые цвета будут в утке. И красно-оранжево-коричневые цвета будут в кролике. И металл будет и тут, и тут. Такая вот красота. Теперь надо вот это все убирать. Закрывать. А это я, наверное, так оставлю. Просто этот подрамник подниму повыше. Вот в таком же вертикальном состоянии. И аккуратненько у меня будет это дожидаться завтрашнего дня. А теперь спать. Сегодня вышивала хаед. Мне надо было просто повышивать что-то такое вот в спокойном состоянии. И хаед как нельзя для этого подходил. Потому что вчера было очень много ярких впечатлений в плане старта вот этого с кроликом, с ларцом, с уткой. Потому что очень активно, как-то интересно, ярко происходил подбор элементов. Я прям долго не могла навышиваться. Я, наверное, до двух часов вышивала. Хорошо, что вчера суббота. Хорошо, что у меня отпуск, в принципе. Могу себе позволить. Утром просыпаюсь. И на выходных сын с мужем, они могут и погулять вместе сходить рано утром. Соответственно, мне дают выспаться. Но сегодня не хотелось больше таких ярких впечатлений. Хотелось просто сидеть, спокойно вышивать по кростич-саге, считать свои полукрестики. Сегодня, получается, я вышила 933 полукрестика. И нормально. То есть, в принципе, 70 полукрестика еще можно было бы вышить на такой крупной цифры. Но мне хватит. Кстати, у меня 39-28%. Я уже очень близка к 40%. И это меня радует. Сегодня я вышивала вот этот участок. И здесь у меня были последние не зашитые полукрестики. И я их заполняла. И сейчас как-то у меня так получается, что я вот эти три клеточки вышиваю. И, конечно, отвлекаюсь на глаза. Потому что здесь очень много таких цветов. Здесь начинается, где-то здесь заканчивается. Поэтому... Ну вот, идея такая, что вот я с края буду вышивать сюда. Когда вышью здесь край головы, я верну иду вверх. Здесь тоже буду вышивать. Ну а дальше буду вот так вот уходить вправо и влево на три или на пять клеточек. И это здорово. Посмотрите, какие глаза. Все. Сейчас это одно удовольствие вышивать эту сову. Потому что уже она оформляется, оформляется. И всегда, когда захочется так отвлечься от просто монотонной работы вышивки полукрестиков, можно будет посмотреть в эти глаза и понять, что все это не зря. Такие вот мысли. Все. На сегодня буду заканчивать. Пойду спать. Надо сегодня хорошо так выспаться. Я вам уже говорила, что собираюсь в дорогу и думала, что возьму набор Joy Sunday. Это набор, в котором я вышиваю семью лошадей на водопое. У меня работа там уже почти заканчивается. И там остаются такие участки, которые, в принципе, надо небольшую группу полукрестиков тут вышить, и там вышить, и там вышить. То есть это такие разбросанные участки. Нету такой большой зашивки одним цветом. В общем, работа там уже почти закончена. Я ее опять взяла как свою работу, которую вышиваю, когда мы все вместе с семьей проводим, либо я хожу гулять с сыном. То есть это такой походно-дорожный прогулочный вариант у меня. И думаю, у меня эта работа достаточно быстро вышится. Поэтому начала думать, какую другую работу мне взять. И сразу, естественно, хотела взять вот этого тигра, который у меня уже начал вышиваться, может быть, где-то полгода назад или год назад. И я здесь вот вышила такой хороший участок, хорошо так фона вышиваю, особенно фон удачно вышивается в таких вот каких-то поездках, в машине. И я думала, все, однозначно беру этого тигра. Это, кстати, фирма... А, ну, кстати, да, это тоже фирма Джойсандо Крустич. То есть вот такая вот фирма Джойсандо Крустич. Единственное, у меня есть небольшая проблема. У меня есть пакет, у меня есть ниточки, и у меня нет конвы. И я не могу найти конву. Эту работу после переезда в этот дом я еще не вышивала, соответственно, я не знаю, где она. Еще постараюсь найти, но, соответственно, приходится думать и выбирать, какую же другую работу я хочу взять. И у меня есть несколько наборов Джойсандо, которые вот в моей такой стопке первой очередности находятся, которые я, в принципе, еще не начинала. Но однозначно буду их вышивать. И я сейчас выбираю между вот этим набором и вот этим набором. Из этой серии у меня пока только один набор. Я так думала, когда вышлю один набор, куплю другие три набора. Может быть, по одному буду их покупать. У меня такая еще идея, что, может быть, частично здесь такой паспорту вышить, black work. Может быть, какие-то вот такие вот участки заполнить тоже black work. Но мы посмотрим. То есть сначала, естественно, вышью работу, а потом буду смотреть, что мне захочется добавить. Но мне ужасно нравится эта серия, все эти четыре работы. Конечно, какие-то нравятся мне больше. Вот мне нравятся очень слоны и нравятся жирафы. Может быть, только на двух этих работах остановлюсь. Этот процесс 45 на 45 сантиметров. А вот эта работа 58 на 36 сантиметров. То есть, в принципе, высота этой работы меньше, чем предыдущая работа. Но 58 получается сантиметров в длину. Это 270 на 160 полукрестиков. И так как зима скоро, я думаю, может быть, эту работу вышивать. Сблизи, разглядывая эту работу, вот всегда, когда я смотрела, как другие вышивают эту работу. Сблизи всегда мне она казалась какая-то пиксельная, какая-то она странная, какая-то несуразная иногда даже. Но как только отдаляешь этот общий сюжет этой работы, видны эти две собаки, этот шикарный дом, эти дома, эта речка. Это, в принципе, естественно, такой американский сюжет, американский дом. Вот эти всякие мостики декоративные, прогуливающаяся пара, речки такие вот небольшие, гуляющие, бегающиеся собаки, ёлки, деревья. Ну, естественно, этот сюжет очень близок. И мне он очень сильно нравится вот издалека. Сблизи не очень, посмотрите, какие переходы. Но, с другой стороны, мне кажется, всё оправдано, бэкстич оправдан. Поэтому я думаю, что я определилась. И эта работа победила, и она со мной едет в дорогу. Естественно, это будет только старт. По большей части я хочу продвигать свой хардангер. Кстати, читаю ваши комментарии насчёт хардангера и какие цвета подбирать. И очень много советов, единогласно. Все пишут, что вот эта цветастая ниточка с переходом не подходит. И я, скорее всего, соглашусь. Потому что даже несмотря на то, что мне очень хочется вышивать этой ниточкой с такими яркими контрастными переходами свой хардангер, но я вот осознала, что меня смущает ещё в сочетании тех цветов, которые я подобрала. Потому что эта яркая ниточка, там переходы красного, бирюзового, ярко-жёлтого, фиолетового. Такого оттенка фиолетового цветов, коричневого, такого небольшого оранжевого. Это всё какие-то, вы знаете, весенние яркие цвета. То есть это никакая не гирлянда, это никакой не Новый год. Это реально какая-то весенняя, солнечная палитра. Поэтому я, скорее всего, не буду ей вышивать. А действительно, весь этот хардангер у меня на зелёной основе будет вышед красной ниточкой с другой ниточкой с зелёными переходами. И даже белый цвет меня немного смущает, но я так думаю, что белый цвет я буду делать такие вкрапления. То есть, может быть, отдельно буду дошивать какие-то такие сюжеты в виде снежинок, но не буду тоже белого цвета слишком много добавлять. Что-то, какие-то такие зимние элементы тут добавлю. И, может быть, добавлю белый цвет вот в эти пуансетти, в эти цветы. Мне кажется, будет достаточно. А так, действительно, ещё такая идея прозвучала, что я вот выбрала цветастый цвет с переходами и зелёный цвет с переходами. То есть, два цвета с переходами очень много на одной работе. Это тоже хороший аргумент. Поэтому огромное вам спасибо за советы, за то, что вы делитесь своим мнением. Мне это очень помогает. Взгляд со стороны очень важен. Особенно, когда это аргументировано. Совсем по-другому начинаешь смотреть на такие вещи. И вот сейчас уже решение принято. Поэтому та работа у меня в дорогу готова. Я уже определилась, что и как буду вышивать. И также вот эта работа едет со мной. Здесь 41 ниточка. Такая хорошая такая палитра. Очень много, конечно, коричневых цветов, серых цветов. Но зато и яркие цвета есть. Зелёные, такие рыжие-коричневые, синие цвета. Здесь потом ещё будет вышиваться белым цветом очень много фрукзелков. Но я думаю, я потом бисеринками всё это буду вышивать. Но это будет всё потом, потом, потом. Я сейчас в магазине Хобби Лобби. Опять покупаю рамки. Как вы думаете, под что? Это рамка под украинский сэмплер, который я вот-вот закончу. Мне там около 4 с чем-то тысяч полукристиков осталось вышить. Вот эту рамку, которую я когда-то находила. Это пластиковая рамка. Но она очень строгая, она чёрного цвета. И она такая резная и ажурная, что она мне прям запала в душу. Когда я в прошлый раз приносила недовыше-то ещё свой сэмплер. Сюда его ложила. Здесь будет такое небольшое пространство конвей. Оно будет для меня служить как паспарту. И сам сэмплер здесь просто идеально будет смотреться. И я купила даже две таких рамки. То есть я сейчас... Там вот вторая рамка. Потому что вышла вторая часть, которую я правда ещё пока не нашла. Но я думаю, я не буду её просить, пока не довышиваю первую часть. А это случится очень скоро. Поэтому рамки я купила. Третий момент. Это вот такая вот натянутая... Натянутый круглый подрамник. Потому что я вам показывала, что в прошлом видео, что я выложила пазл. Я хочу пазл как раз-таки вот сюда нанести. Может быть нанести какой-то узор красками на этот подрамник. И пазл здесь будет смотреться идеально. И следующий момент. У меня уже вышитые есть на Боржу и Сандой волки. Есть купленная рамка. Но у меня не получается оформить. Продолжаем. Но мне не получается оформить. Потому что у меня нету такой деревянной основы, на которую я буду натягивать. Так хорошо натягивать свою вышивку. И там просто такая тоненькая картонка. На тоненькую картонку вряд ли я хорошо смогу натянуть. А здесь вот я нашла... То есть это такой ряд разных подрамников. И сейчас здесь отличная скидка. Именно поэтому я сюда приехала. И вот я собираюсь купить именно фанерку. То есть вот есть такие фанерки. Пытаюсь сфокусироваться. Да. То есть есть такие фанерки. А есть дощечки с натянутой тканью для рисования. Но я воспользуюсь фанеркой. Фанерка она прочнее. И она опять же будет служить для меня просто как подложка. На все это 50-40% скидки. Поэтому я очень-очень довольна. Красота. Уже везде Новый год. Хотя осень. Но уже магазин так оформлен и под Новый год. Хотя есть отдел именно осеннего декора. Обожаю этот магазин. Делала на него не раз обзоры. Магазин сам по себе не изменился. Поэтому я думаю, мне просили сделать еще обзор. Но я буду просто вам рекомендовать посмотреть мои предыдущие пару видео. Это было, может быть, пару лет назад. Все. Иду покупать свои рамки. Сегодня уже вторник. Я... Смотрите, что нашла. Вчера у меня был очень занятой день. Я очень много ездила по разным делам, по магазинам. Очень много вчера произошло событий. И, в общем, обо всем я вам расскажу. По крайней мере, об итогах. Но вот пока я ездила в машине, я так подумала, где? Последний раз я вышивала свою вышивку с тигром. И вспомнила, что да, это у меня был такой хороший дорожный процесс. Потому что, смотрите, здесь такая хорошая зашивка одним цветом. Я вот так вот беру много-много пасм. И, допустим, вышиваю. Вот здесь, когда я беру одну ниточку, складываю в два раза. У меня буквально хватает, чтобы от одного края до другого зашить. Это зашить полукрестики. А потом я уже другой ниточкой возвращаюсь. Потому что здесь, ну, не знаю, около уже ста крестиков. Вот в этой линии прямой. То есть вот так вот ровненько вышиваю. Поэтому я, к большому счастью, нашла свой дорожный процесс, своего тигра. Но самое основное событие вчерашнего дня – это то, что мне мои дорожные процессы в дорогу, в самолет уже не пригодятся. Это много разных событий сложилось воедино. И получается так, что моя поездка отменяется. Да, отпуск у меня есть. Но поездка вот так вот в далекие страны, она отменяется. По многим обстоятельствам. В том числе и личным, и персональным, и семейным. И получается, я остаюсь дома. Долго готовилась. Я уже почти собрала самолеты, вернее, чемоданы. Но вчера вот отменяла билеты. В общем, как-то так это произошло. В принципе, все здоровы, все нормально. Это самое главное. Но, к сожалению, моя поездка на какое-то время отменяется. Но отпуск не отменяется. Я буду дома заниматься своими обычными делами. И иногда даже вышивать. А еще даже больше. Я так планирую. С мужем это все обсуждали. Он говорит, о, зато у тебя такой вышивальный отпуск будет. Прямо как я и мечтала, так и будет. Но вчера из-за того, что такой насыщенный день был, я вышила не особо много. Но все равно. Вот решила повышевать. Хотя это мой дорожный процесс. Но вчера, так как он тут рядышком лежит, я решила повышевать его. И давайте положу что-нибудь белое в кадр. А то конвай сейчас очень серый смотрится. То есть у меня из моего рисунка вот это одна четверть. У меня такая салфетка, скатерь в виде такого ромба будет. И вот именно три четверти было вышито. И одна четверть вот этой линии не была вышита. Я ее вышила. Как я вам и говорила, у меня тут небольшая несостыковка была. Буквально на одну ниточку. И я как это делала? Я вышивала отсюда сюда. Отсюда сюда. И здесь у меня в принципе как-то все сошлось. Как я потом вот в этом участке буду это все делать, мы посмотрим. Но на данный момент пока все нормально. И вчера мне еще очень захотелось попробовать вот такой вот зеленый цвет. Я вам рассказывала, что подобрала вот такие вот цвета. Я уже не помню, говорила я вам или нет. Но после ваших комментариев я с вами согласилась, что вот этот цвет у нас выпадает из этой вышивки. Остаются вот эти два основных цвета. Цвет мультикалор зеленый более чем достаточен. Два мультикалора не буду использовать. Оттенок немного другой, чем канва. И мне кажется, это даже интересно будет смотреться. Вот так вот это смотрится. Так мне нужен белый цвет в кадре. Кстати, белый цвет в кадре зеленит канву. Но также сильно темно делает вот эту ниточку. В общем, то, что я вижу, мне лично нравится. Белый цвет я буду минимально использовать. А сегодня у меня такое желание, что я буду вышивать украинский сэмплер. Сегодня уже чуть повышевала. Начала вышивать. Вот у меня были недошиты здесь уголки. Также начала вышивать вот эти маленькие элементы. Здесь будет один участок. И я обнаружила к своей радости, что оказывается, вот это уже верх моей работы. То есть после этого элемента вот этот угол будет полностью зашит. И останется у меня только вот этот угол. И работа будет закончена. 4000 полукрестиков еще осталось. Я буду усиленно стараться каждый день вышивать по 1000 полукрестиков. И надеюсь уже на этой неделе эту работу закончить. Это будет очень здорово. Потому что я уже купила рамки, которые вам показывала. И будет возможность уже оформить и такую красоту повесить. Что еще буду сегодня вышивать, не знаю. Планов много, дел много. Также хочется заниматься и садом, и огородом. В общем, буду всем этим с вами делиться. Я хотела показать. Меня просили делать садовые минутки. Но я давно не занималась садом. Но вот сегодня есть с чем поделиться. Сегодня воскресенье. Отличный солнечный денек. Такой теплый и прохладный ветерок. Но я вот в футболке, так что у нас тепло. Мы, кстати, купили вот такое вот файрплейс переносное. Вот так вот оно должно выглядеть. И якобы оно не делает дыма. Это очень здорово. Оно вот небольшого размера. Но очень даже достаточно. Можно садиться вокруг и будем жечь костры. Тем более у нас есть из чего жечь. У нас сейчас очень много веток. Вот сегодня, чем мы занимались с мужем, это то, что мы пилим сейчас ветки. Вот в этот палисадник. Это тоже наш палисадник. Ну, больше его половина, другая половина соседям принадлежит. Но здесь очень много падающих веток. Все ветки, которые с нашего участка мы пилили, мы переносили сюда. И вот сейчас время пришло. Будем потихоньку эти ветки убирать, крупные ветки оставлять. А мелочь вот эту с листвой выносить на дорогу и нас забирают. А я, наверное, два часа занималась вот этими кустами, потому что они разрослись. И где-то по метру ветки падали вот сюда вот нам на участок. И я, конечно, хорошо так проредила, купировала даже маленькие веточки, обрезала кончики этих веточек, чтобы, в принципе, больше кустились эти кусты, потому что у нас есть там такие хорошие прогалины и за ними поле. И здесь очень-очень много веток, которые я уже тоже унесла. Вот такая вот у меня сегодня физическая нагрузка была. Попыталась как можно ровнее это все обрезать. А сейчас я зачем пришла? Я тут обнаружила, что у нас муравейник. И я вот так вот посыпаю муравейник этими зернышками. Вокруг хорошо посыпаю. И сейчас вернусь сюда. Это все надо еще полить водой. Потому что мураши эти, конечно, очень ядовитые и очень больно кусаются. Везде, где мы, особенно на травке, где сын ходит, мы такие вещи делаем. Но у нас за вот этими кустами поле, и там достаточно муравейников. Конечно, не сильно много, но они там есть. Соответственно, сколько мы бы их тут не уничтожали, к нам все равно будут перебираться. Ну вот, допустим, раз в два месяца, наверное, я пару муравейников вот так вот травлю. Вот наши большие деревья уже желтеют. Некоторые деревья уже полностью пожелтели. Этот дуб очень хорошо так опадает. И вот эта листва у нас нападала буквально за, наверное, за дня три дня. Потому что три дня назад муж подстригал траву. И все вот эти листья, мы прокрошили их. Соответственно, они как бы и было даже не видно. Сейчас все подрежет с болью, сильный ветра у нас. Но это очень здорово, потому что сыну моему очень нравятся падающие листья. Посмотрите, у нас там можно прямо делать кучи из листвы и в ней прыгать. Вот это дерево, к сожалению, у нас, судя по всему, не сохло. Будем его пилить, но, наверное, ближе к весне. А вон так лучше. Это те ветки, которые я все обстригла. И те, которые не пойдут нам на дрова, мы их вынесли сюда. Положили на край нашего участка. И у нас раз в неделю приезжают забирать ресайкл. Там все эти бутылки, ветки, бумагу, траву или сентябрь. Так что работы, конечно, еще много. Но это все в удовольствие. Тем более сейчас такое красивое дрова. Я продолжаю вышивать сэмплер. Вышло солнышко и озарило мою драгоценную вышивку. Это все так сверкает и переливается. Реально вышивка, как какая-то драгоценность. Восхитительные орнаменты. Просто невообразимые. Они вроде бы простые. Их много. И они разные. И настолько это все классно смотрится. Мне очень нравится вот эта идея черной нити. И она такая какая-то мягкая, бархатистая. И вот этих вот металлизированных элементов. Просто нет слов. Вышиваю и любуюсь. И просто какая-то одна радость. И скоро уже будет конец. Конец этой вышивки. Окончание. И это здорово. Надеюсь, что тот посыл, благодаря которому все мы вышиваем этот сэмплер, точно так же приблизит победу. И скоро все завершится победа Украины. Я очень сильно на это надеюсь, чтобы этот кошмар закончился. Буду продолжать с удовольствием вышивать. Тем более, у меня впереди вторая такая же драгоценность. Сегодня уже утро среды. Я хочу вам показать свои вчерашние вышивальные подвиги. Даже немного рукодельные подвиги. Ну, конечно, хочется начать с украинского сэмплера. И я вчера вышила больше 1300 полукрестиков. Мне осталось, мне кажется, 2300. Я думаю, что такими темпами в течение двух дней я должна эту работу закончить. И это очень хорошо, потому что у меня уже такие хорошие планы по продвижению, вернее, по оформлению этой работы. Уже все придумано, спланировано. Так что, скоро оформление, вернее, сразу после окончания этой работы будет оформление. Это будет здорово. Вчера я заканчивала вот этот угол, вот эти элементы. Два маленьких и один такой продолговатый элемент. Вышиваю полукрестиками. Играю с направлением нити, как всегда. Потом я перешла сюда вниз и вышивала вот эти вот небольшие элементы. Птичку я пока еще не до вышивала. Ласточку. Небольшие элементы здесь вышивала. Здесь у меня был вышит черный контур. Вот в этих элементах маленьких и вот в этом большом элементе я его раскрашивала. Сегодняшнее продвижение уже тоже есть. Я вышила черный контур этого элемента и черный контур вот этого элемента. Вышиваю сейчас. Классно. Я довольна. Мне очень радует, что мне осталось вот здесь вот просто небольшой угол довышивать. Здесь будет несколько красивых таких элементов. Средних. То есть небольших, средних. И несколько мелких элементов. Ох, очень меня такие продвижения воодушевляют. Это очень здорово. Сегодня как минимум тысячу полукрестиков я вышлю. И будем дальше смотреть. Конечно, идеи такие, что хочется довышивать, хочется закончить. Хочется видеть окончание этой работы. Это очень здорово, прикольно, приятно. Я прям довольна с собой. Следующее такое небольшое продвижение. Это в наборе Joy Sunday. Вчера у меня вечером, как раз таки, когда мы вместе проводили время в зале, мне получилось повышивать только три ниточки. Это получается как минимум 150 полукрестиков или даже больше. Вот одним цветом вышиваю. Буду полностью его заканчивать. Вот такой вот красный крестик. И немного его тут осталось. Наверное, сегодня буду продолжать заканчивать этот цвет. И, конечно, надо возвращаться к лошадям. И вот эти вот незашитые элементы вышивать крестиками. Также здесь еще есть небольшие такие проплешины. Вот здесь вот коричневый цвет, коричневый крестик. Надо и здесь потихоньку, и здесь легкую зашивку. Здесь потихоньку, и там легкую зашивку. Но, как вы видите, тоже этот финиш уже не за горами. Это прям тоже радует. Я думаю, однозначно будет финиш этого года. Я здесь вот уже приготовила вот этот подрамник. Это под украинский сэмплер. Два таких подрамника у меня будут висеть вот тут. Я повесила сюда абстрактную картину. Как раз таки мы тоже вчера этим занимались. Мне очень оно нравится. И мне показалось, что хорошее будет сочетание, если по бокам будут висеть две картины украинского сэмплера. И, если честно, у меня в будущем есть даже такая идея, что сюда я буду вешать какие-то свои сэмплеры. И сейчас я так представляю, что помните мой голубой конгресс-страмин, на котором я вышиваю битва тампельеров черной ниточкой. То есть он бы здесь прям идеально смотрелся. Это была бы как его такая рамка, как его фон. прикольно. Посмотрим. Может быть, получится тоже после двух украинских сэмплеров перейти на ту работу, потому что здесь она бы смотрелась прям идеально. Другой момент. Это мой сэмплер от Modern Folk Embroidery с моей импровизированной рамкой, которую я вышивала вот такими вот разными стежками. Также вчера у меня закончилось оформление. Все проклеила. То есть я вам показывала, как я это делала. У меня все подсохло. И я все это вставила в рамку. Такое современное оформление. Мне кажется, в этой комнате оно неплохо будет смотреться. И я думаю, что пока я повешу сюда, это, конечно, будет под вопросом. Здесь такая большая стена. Но временно пусть порадует меня эта работа здесь. Хочу на нее смотреть, любоваться ей. Тем более сюда я повесила тоже вот такую вот абстрактную работу. Как вы видите, у меня очень много стен. Все уже оформленные вышитые работы у меня дома развесились. Поэтому чтобы заполнить хоть как-то стены и сделать их комнату более уютной, такие вот совсем простые абстрактные картины вешаю. Потом буду на это место вешать какие-то свои вышитые работы. Здесь нужна такая большая работа. Мне кажется, здесь бы хорошо смотрелась работа Ренессанс, которую я вышиваю. Но там 40 тысяч полукрестиков еще вышивать. Из 100 800, что ли, 180. 180. Небольшая часть еще осталась. Но 40 тысяч в принципе относительно, да, небольшая. Достаточно большая. Но мне кажется, здесь эта работа бы смотрелась хорошо, потому что вот эта горчичная такая основа, на которой вышиваю, неплохо бы смотрелась. Вот посмотрите, у меня такие вот соломенные коробки есть, соломенные, соломенный стол, такой темно-соломенный. Он, конечно, светлее, чем горчичный цвет, но мне кажется, все равно было бы интересно. так, и планы на сегодня. Кстати, я вам еще не рассказала. Вчера перед сном я решила начать вот эту новогоднюю игрушку. это из серии снежнокоролевских. Вот я подготовилась в дорогу, все достала, соответственно, есть у меня бумажная схемка, очень удобно так вышивать. Здесь я все разметила, потому что у меня рисунок очень сильно меняется, из-за того, что меняется камень. Вот посмотрите, здесь должны быть восемь вот таких вот округлых камней. У меня восемь одинаковых камней не было, шармиков или таких вот кристаллов. У меня четыре треугольных, четыре камня в виде бабочки, соответственно, под этот сюжет у меня полностью меняется расположение, то есть оно немного удаляется. Но здесь я уже ручка все отметила, как у меня это будет. камни уже пришила. Вышиваю прям вот так вот на руках, то есть без всякого крепления камни все пришила и начинаю вышивать вот такую серебристую деталь. Она будет вышиваться в четырех местах и уже распределила. Есть у меня небольшие изменения, потому что допустим вот в этих сейчас постараюсь чтобы мне еще сфокусировалось все. Вот такие вот вместо бисера я вышиваю болгарские крестики, то есть вышиваю эту часть, здесь линия болгарских крестиков, потом добавила несколько болгарских крестиков сюда, потому что в этой работе оно должно что-то вот такое вышиваться, три бисеринки. У меня нету здесь места вот для таких вот двух бисеринок и одна наверху. То есть у меня здесь будет красный элемент. Кстати, красный элемент я буду вышивать вот эти вот, то есть красно-металлизированные. То есть такая же цветовая палитра будет. Красно-металлизированной ниточкой я буду вышивать вот этот элемент и я еще решила добавить вот эти здесь две бисеринки у меня будет три болгарских крестика и еще здесь три бисеринки а у меня будет немного другой такой вот виде бантика элемент. Так что вот такой вот наподобие виде бантика элемент. То есть над моими треугольчиками вот такие вот бантики будут надо и тебе бантиками кристаллами будут три болгарских крестика и вышивать будет очень удобно потому что вот серебристой ниточкой я иду так вышиваю потом перехожу сюда вышиваю так потом опять вышиваю тут то есть такая вот линия непрерывная у меня есть можно вышить все серебристые крестики потом красные элементы тоже вот так вот можно будет вышивать и потом золотыми элементами будут вышиваться вот эти еловые такие листочки вот эти вот стежки, растяжки. Игрушка, в принципе, не сложная. Ну, вот как я ее вышиваю, где-то по полчаса, по часу вышивального. За вечер у меня вчера получилось вышить. В таких темпах, мне кажется, за два дня я должна еще за два. То есть, всего за три дня я должна эту игрушку закончить. И прикольно. Я лично буду очень рада. И вот вам издалека показываю свою звезду. Тоже вчера хорошо ее повышевала. Скоро у меня будет и это окончание. Мне очень нравится сейчас включение, потому что я вам показываю несколько работ, которые вот-вот закончатся. Несколько проектов, которые вот-вот оформятся. Очень продуктивные у меня сейчас получаются мои вышивальные дни. Меня это очень радует. По плану сегодня будет вешание на стену золотого сэмплера и оформление вот этой работы тоже. Я купила вот такую доску. На эту доску буду натягивать свою работу. Кстати, давайте примерим. Разница есть. То есть разница вот здесь вот в длине. И разница такая хорошая. Посмотрите. Где-то сантиметр снизу, сантиметр сверху. А разница в длине работы буквально 5 миллиметров. Но если растянуть, мне кажется, должно быть все нормально. В принципе, если вот так вот вдоль растянуть работу, то сантиметр и сантиметр должны, может быть, превратиться в 7 или в 6 миллиметров. И я думаю, благодаря разным кожаным ремешкам, как я это делала с предыдущими своими работами, я должна справиться. Буду оформлять по той же самой технологии, как оформляла свою предыдущую работу маяк. У меня есть отдельное по этому поводу видео. Ну, а вы уже будете просто наблюдать за моими результатами. Кстати, отсюда я убрала уже стекло. И я, кстати, не примеряла еще вот эту доску, подойдет ли она сюда идеально или нет. Но выглядит так, что достаточно хорошо подходит. Ой, здесь достаточно хорошо подходит. Надеюсь, все пройдет более-менее спокойно, гладко. И эта работа будет скоро оформлена. Кстати, без стекла для этой панели здесь есть место. Когда здесь было стекло, то есть эту панель некуда было вставлять, потому что вот эта обратная часть, вы смотрите, как интересно сделана. То есть есть вот такие вот четыре зажима. А с этой стороны эта панель просто вставляется в желоб. Там есть такой желоб. То есть туда вставлялось стекло. И, соответственно, эта панель вот в этот желоб, в желоб вот так вот вставлялась. Не проваливалась, потому что там ее стекло держало. О деталях я вам сообщу, как все пройдет. Надеюсь, все будет гладко, безболезненно и быстро. Сегодня уже четверг. Хочу вам показать свое продвижение вышивальной, а потом объясню, что вот это вот все такое. Вот так вот у меня выглядит мой украинский сэмплер. Я вчера вышила 200. Мне осталось буквально 200-300 полукрестиков, и работа будет полностью закончена. И осталось вышивать вот как раз здесь один элемент и такую дорожку, другой элемент. И все. Ну, вчера я вышивала где-то до 12 ночи, и уже потом думаю, ладно, хватит. Завтра будет хороший, радостный день, потому что такая красивая и большая работа у меня будет окончена. Но зато все то, что я запланировала еще вчера делать, у меня не получилось, потому что вот любую свободную минутку мне как бы хотелось только вышивать этот сэмплер. Сегодня буду заканчивать. И сегодня утром я начала заниматься оформлением своей работы. Вам рассказывала, что вот эту фанерку, которую я купила для натягивания, очень я надеялась, что она у меня поместится сюда, в мою рамку. Но оказалось, что она у меня, вернее, была больше на 1 мм. Вот с этой стороны, с узкой стороны. И совсем-совсем впритык была вот больше по длинной стороне. Впритык это плохо, потому что у меня же здесь аида, которую надо натягивать с двух сторон, и у меня реально не получалось. Соответственно, мне надо было стесывать с... Я такой песочной бумагой... А, наждачкой называется. Наждачкой я вот этот край стесывала. Получается, здесь мне надо было с этого края где-то на 1,5 мм уменьшить, а здесь где-то я на 0,5 мм уменьшила, может быть, на 1 мм. Тоже, как бы, со всех четырех сторон, в принципе, я это стесывала. Начинала все это делать наждачкой. Вот у меня моя коробка, где я вот делаю такие столярные всякие вещи, чтобы сильно тут не сорить. Но все равно придется, естественно, сейчас еще робот-пылесос тут пустить. Наждачкой я делала это, делала. У меня, в общем, очень медленно все продвигалось. Следующий момент, это я взяла вот такую вот пилу и просто вот так вот сцарапывала с каждого края. Это было чуть больше, но, наверное, полчаса я потратила на то, чтобы это все сделать, потому что делаю-делаю, кажется, ну все, уже достаточно. Потом прикладываю, смотрю, нет, недостаточно, еще надо, еще надо, еще надо. В общем, сейчас я уже убедилась, что все хорошо. Я вот здесь сейчас попытаюсь вставить. Вот так вот вставляется. Здесь сейчас все это делаю одной рукой. Вот, 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 все встало. Как вы видите, все края встали. Но, естественно, это пока пробный вариант, потому что буду натягивать. Хочу вам показать с лицевой стороны. Это будет смотреться. То есть, это еще без натяжки. С этой стороны, так как у меня здесь закрывается где-то, может быть, 5 миллиметров с каждой стороны, соответственно, вот я вам говорила, что работа где-то на 5 миллиметров с боков у меня была больше, вернее, меньше, и была видна аида. Но из-за вот этого закрытия у меня, по крайней мере, короткие стороны должны быть абсолютно нормальны. Вот эти длинные стороны было по сантиметру с каждой стороны. Сейчас мы видим, что где-то по 5 миллиметров у меня выступает с каждой стороны. Идея такая, что это я, опять же, еще ничего не натягивала, но даже при натяжке, я думаю, у меня по-любому здесь 3 миллиметра с каждой стороны будет точно видны. И буду опять я пользоваться кожаными десемками, закрывать вот эти края. Следующий момент, который хотелось вам сказать. Вот я, когда вот так вот сделала, сейчас работа немного шевелится. И мне, если честно, так подумалось, потому что я без стекла все это буду делать. Я думаю, я туда вниз проложу синтепон, чтобы у меня такая, как подушка получилась, но совсем небольшое количество. Может быть, где-то сантиметр или 2 сантиметра синтепона. И, естественно, это где-то в 3 миллиметра превратится при натяжке. Но вот работа будет немного такая мягкая. Но это даже здорово, потому что вот даже сейчас, как она уже смотрится, она смотрится классно, идеально. Но вот свою идею с синтепоном вам хотелось этой идеей поделиться с вами. поделиться, посмотрим, какие результаты у меня будут. Кстати, во время переезда у меня здесь вот один краешек стесался. Здесь тоже откололся. Это все буду потом закрашивать, может быть, морилкой либо красками. Посмотрим. Красота! Вот такое вот у меня получилось оформление. И я безумно довольна. Конечно, мне тут придется еще доработать некоторые моменты. И, к сожалению, я сейчас еще не могу повешать это на стену. Именно из-за того, что надо кое-что дорабатывать. Потому что систему подвесов пришлось в таком оформлении менять. В общем, та идея, которая вам показывала, что я хотела на этот белый подрамник натягивать, у меня не получилось. Потому что вот это вот расстояние, которое между черной задней частью этой рамки, когда она становится и крепится, то вот это расстояние, которое там оставалось на стекло и, допустим, на фотографию и на картину, этот подрамник сюда не поместился. Соответственно, я поменяла концепцию, и я натянула она именно на черную эту заднюю часть. Она была достаточно аккуратной. И следующий момент. Вот этот белый подрамник, я его просто наложила сверху. Из-за того, что здесь у меня на вот этой, на этом подрамнике в углах особенно где-то по три слоя аиды, видите, оно немного отстает. Немного отстает. Вот, допустим, здесь у меня скрепки. Они эту фанеру прикрепили к нижней фанере. Допустим, здесь тоже прикрепили к нижней фанере. И вот эта нижняя фанера, на которую я натянула аиду, она сама встала у меня вот в эту рамку. То есть, соответственно, у меня работа закреплена. Но заднюю часть я хочу еще дорабатывать, потому что я, естественно, хочу здесь закрепить, чтобы вот эта фанерка не шевелилась. И, как вы видите, сейчас у меня нет механизма, на который надо все это подвешивать. Первый момент, который я буду покупать, уже заказала на Алиэкспресс, потому что, чтобы купить это здесь, в Америке, надо ездить по разным рукодельным магазинам или магазин Хобби-Лобби или Луис, наш строительный магазин. То есть, потом там спрашивать у людей, что и как. То есть, я это не люблю. Я лучше закажу онлайн. Посмотрела на Амазоне вот такие вот вещи. Это которые сюда будут вкручиваться маленьким таким шурупчиком и держать вот эту фанеру очень крепко. Я вставлю картиночку. То есть, разница почти в три раза. И мне, в принципе, это не к спеху. Соответственно, я заказала все это на Алиэкспресс. Там в количестве, мне кажется, 25 или 50 штук все это придет. И, наверное, в трех местах. И с одной стороны здесь я закреплю в трех местах, с той стороны и там. И также заказала подвесы, на которые буду вешать работу. Еще мне эту работу нравится вешать вот из всего того же, какой опыт у меня был в вывешивании картин. Допустим, вот на такие крючки мне не нравится вешать, потому что надо вымерять допустим, гвоздики или крючки на стене, чтобы вот эту ровную линию как-то вычерчивать. Как-то сложно иногда убедиться, чтобы прям идеально ровно это все цеплялось. Для меня самый удобный вариант. Не знаю, может быть... Вот, да. Вот такой вот самый удобный вариант. Потому что иногда как бы вот в самую центральную часть оно висит ровненько. Иногда можно и сюда сдвинуть, и сюда сдвинуть. И тоже оно достаточно хорошо будет висеть. Особенно, если несколько картин вешается на стену. То есть вот такой механизм самый-самый удобный. И пользуюсь я такими крючками, которые маленькие такие гвоздики, 3-4 гвоздика, вставляются в стену. И белый пластиковый крючок или какая-то подвеска возвышается над стеной. И вот на эту белую пластиковую, пластиковый крючок все это крепится. В общем, заказала я тоже вот такого типа зубчатые зажимы, как я вам показала. Сейчас, чтобы у меня все это не упало, надо аккуратно это все поставить. Так что тоже заказала. И следующий момент, чтобы полностью закончить это оформление. Вот вы видите, я здесь хорошо натягивала, говорила вам, что у меня здесь сантиметр и здесь сантиметр. И скорее всего 5 мм будет выглядывать. Но мы видим, что сверху у меня там только в некоторых местах выглядывает там буквально 2 мм. Снизу в некоторых местах выглядывает 3 мм. У меня также здесь, благодаря такому оформлению, вы видите такое расстояние, где-то 3 мм от вот этой металлической части до моей аиды. У меня, соответственно, появилось такое желание сюда купить такой толстый 5 мм кожаный жгутик. И я его прям так аккуратненько проложу. Аккуратно он здесь будет крепиться к краям. В общем, точно так же, как я делала в своих предыдущих работах, которые сама оформляла. Вот давайте я вам покажу одну из... Вот так вот оформляла я кожаный ремешок. То есть что-то приблизительно будет именно такое. Но в том случае это будет более объемный такой жгутик. Вот здесь вот у меня была... Очень сильно выглядывала канва. Я даже проложила здесь один кожаный ремешок, такой более тонкий. А поверх него другой. Потому что здесь прям такой хороший, наверное, сантиметр, даже больше выглядывал. И сюда к рамке все это приклеивала клеем ПВА. Поэтому клей ПВА, он моется водой. В этом ничего страшного, но он достаточно хорошо и крепко держится. Это вот такие вот мои подвиги в плане оформления. Очень много времени я потратила на натягивание, на подпиливание, наждачкой. Как бы чтобы у меня идеально все в размерах сошлось. Но результатом я довольна. А тем более, когда будет уже окончательный вариант, будет вообще идеально. Отвлекусь сюда. Вышивала где-то я 150 полукрестиков вчера. То есть три ниточки вышло. Это замечательно. Ну и, конечно, мой самый главный итог. Это вот эта шикарная работа. Шикарный сэмплер. Это ниточки, которыми я вышивала эту работу. Разного типа металлик. Это металлизированные ниточки для шитья на машинке. Они очень тонкие и очень прочные. Вышиваю я полукрестиками на конгрессе тромини, который 24-го каунта. И вышиваю я в 4 нити. То есть беру 2 нити, складываю в 2 раза. Иголочка у меня висит на середине такой, на середине этих двух нитей. И вышиваю я 4-ми ниточками. Полукрестики. И вот вам показываю, как у меня направление полукрестиков меняется, как я с этим играюсь. Мне безумно. Это, кстати, доставляет удовольствие. Вышила я тут буквы алфавита. Немного подкорректировала. Здесь я вышила первую букву имени своего мужа. Первую букву своего имени. Черные нити я использовала милк коттон, который тоже состоит из 6 нитей. То есть это как наша пасма для вышивки. Ну, он более такой махристый. Но смотрится классно. Сейчас пытаюсь сфокусироваться. Сейчас естественное освещение. И вот так вот смотрится эта красота. Я в полном восторге. И знаете, я еще должна сказать, что я вот подумала то, как Мила с канала создавала этот семплер, это чувствуется. Потому что этот семплер создан с такой любовью, с такой надеждой, с таким положительным посылом, с такой радостью на светлое будущее Украины. Потому что вот таким оно будет. Оно будет ярким, разноцветным, светлым. И именно так и будет. И каждая вышивальщица, которая вышивает и будет вышивать этот семплер. И неважно, какими цветами. Даже если это будут какие-то, я не знаю, трехцветные семплеры или вот многоцветные. Я, конечно, использовала меньше цветов, чем советовала Мила. Но вот у меня это так получилось. Потому что такие цвета были. И такая цветовая палитра мне кажется, мне подойдет и к моим будущим работам. Я просто в каком-то в восторге подбирала, меняла, как-то сочетала эти нити. Это был какой-то фейерверк эмоций. Я очень довольна тем, что для меня достаточно скоро вышила эту работу. Потому что мне кажется, этот проект начинался то ли в июне, то ли в июле. И вот я, конечно, задержалась, потому что все вышивали этот семплер до конца сентября. У меня почти до конца октября это ушло. Но я закончила. Это так здорово, это так красиво, так замечательно. И вот этот посыл, который вложила сюда Мила, я его чувствовала. И я пыталась именно во время всей этой вышивки этот посыл тоже в себе держать и приближать победу Украины, приближать скорое окончание войны. И я уверена, что столько уже вышивальщиц, каждый стежок, вышивая такой семплер, думают об этом. Это значит обязательно это должно скоро закончиться. Обязательно. Я в это верю. И те успехи, конечно, я вижу, что есть гигантские сложности и что Украине нелегко и каждый день происходит что-то просто что-то невообразимое. Но то, с каким посылом все украинцы проходят через это и с какой силой к свободе, к своему будущему, к своей независимости они готовы все это переживать. Это просто вдохновляет, воодушевляет. Я очень рада, что я хоть так попыталась участвовать в этом процессе приближения скорой победы. Естественно, это только один из способов, как я в этом участвую. Но этот способ был самым ярким, незабываемым и самым для меня приятным. Красота. я безумно довольна. Скоро у меня будет тоже оформление, потому что те крючки, которые я жду, они тоже нужны для оформления этой работы. Однозначно буду скоро готовиться к началу второй части, потому что вот здесь будут висеть прямо передо мной эти два восхитительных сэмплера. Здесь они очень хорошо будут смотреться именно с той рамкой, которую я подобрала. Ну вот такая вот красота у меня завершилась, у меня вышилась. Это просто восхитительно. Мила, тебе огромное спасибо за такую красоту. Это действительно очень талантливо, прям безумно талантливо. Видно, сколько любви и сколько мыслей сюда вложено в этот сэмплер, в эти идеи. Каждый элемент не повторим именно. Вот так выглядит ваша страна. Очень индивидуально, неповторимо, очень ярко. И так оно и будет. Огромное тебе спасибо. Будем вышивать вторую часть. Я думаю, что я буду заканчивать эту часть своих вышивальных рукодельных будней. Покажу вам, что после вышивки такого яркого, индивидуального, необычного для меня сэмплера, мне захотелось какого-то спокойствия. И я вам уже говорила, что для меня яркость каких-то эмоций теперь будет чередоваться с какими-то такими, знаете, очень спокойными эмоциями вышивки хаеда, потому что здесь все очень просто. Берешь с такими полукрестиками, вышиваешь уже привычный, любимый свой сюжет, и здесь как-то так все просто, незатейливо, и вот вчера я начала вышивать этот хаед, но вышила буквально меньше 300 полукрестиков, потому что заканчивала вышивать вот этот глаз, здесь было много таких, допустим, 10 полукрестиков, 15 полукрестиков, еще 15, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, но потом здесь будут очень много вот таких светлых оттенков, а мне захотелось что-то более такое яркое, потому что светлым по-светлому вышивать в принципе несложно, потому что у меня аида такая кремового цвета, и в принципе белым, вот этими розоватыми цветами спокойно вышивается, и за счет, конечно, пухлости моих полукрестиков, 4 нити из ХС, то там не заставляет увидеть то, где я уже что-то вышила, где что-то не вышила, то есть здесь даже не надо как-то приглядываться, потому что все видно очень так легко, так, это 16 аида, поэтому 4 нити из ХС в полукрестиках выглядят очень так хорошая укрывистость получается полотна, даже самый темный цвет, посмотрите, темно-синий, нигде нет никаких просветов, может быть, микро-микро вот такие вот просветы тут бывают, но мне кажется даже такие микро-просветы они потом исчезнут после того, как работа будет постирана, натянута, выглажена, высушена и повышевав этими цветами мне захотелось синевы, я вот перешла сюда, не вышивая квадратами, вышивая по настроению, по желанию вышивать небольшое количество полукрестиков или такое большое количество полукрестиков одним цветом, повышевала я вот этим вот цветом, наверное, ниточки 3 мне пришлось тут вышить, и потом начала вышивать вот этими темными нитями, вышила несколько полукрестиков тут, это вот веточки, давайте я вам покажу работу, вот, то есть я вышиваю теперь вот этот участок, это небо, вот именно эту верхнюю часть и работаю над вот этим темно-синим пятном, такая вот красота в итоге получится, восхитительно, восхитительно, работа будет гигантская, но жду с нетерпением, мне в этой работе вот сейчас 39,600, если я вышу ее 40%, это будет мой план на прошлый год, в этом году по идее надо было бы вышивать 50%, то есть еще 10% или 32 тысячи надо было бы вышить, теоретически возможно, практически не знаю, но вот начала вышивать этот процесс, тем более после такого фейерверка и разнообразия процессов, которые у меня было на этой вышивальной неделе, у меня сейчас такое желание, вот буду вышивать только хаэт, каждый день, хаэт, 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 посмотрим, сколько вышью, не знаю, надолго ли у меня будет такое желание, но вы все увидите, я вам все покажу, все расскажу, потому что как меняется качеля моего вышивального настроения, качеля, то есть вы об этом всем будете узнавать, так что вот такой спокойный уверенный взгляд с вами прощается, всего вам самого хорошего и увидимся в следующем моем вышивальном видео, пока! субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,